Каждый человек в вопросах наследования считает себя достойным, чтобы получить то, что завещал родственник или просто близкий человек. Но есть такая категория людей, которых называют недостойными наследниками. Кто они? Первая категория граждан – это лица, которые лишили наследодателя жизни или пытались лишить его жизни, то есть покушались на его жизнь. В этом случае наследники лишаются наследства как по закону, так и по завещанию. Но здесь есть один очень интересный момент, что если завещание наследодатель составил уже после того, как было совершено покушение на его жизнь, то тот наследник, чью пользу составлено завещание, может считать себя достойным наследником. Вторая категория недостойных наследников – родители, которые были лишены родительских прав и не восстановились в них к моменту открытия наследства. На благоприятный исход ситуации рассчитывать им не приходится. Закон явно не на их стороне. Следующая категория граждан – это лица, которые своими умышленными действиями, противозаконными действиями пытались заставить завещателя составить подложное завещание. То есть составить завещание против его воли и в свою пользу или в пользу близких его родственников. В этом случае тоже возникает один интересный момент, что этот факт должен быть подтверден именно решением суда. Следующая категория граждан – это лица, которые своими действиями отказывались обеспечивать должный уход, то есть не соблюдали обязанности по уходу за наследодателем. И опять же интересный момент, что это должно быть доказано в суде. Действительно, все действия о признании наследника недостойным решаются только в суде с определенной доказательной базой. Наследник может быть лишен права наследования только судом. Требование о лишении права наследования предъявляется лицом, для которого такое отстранение связано с имущественными последствиями при наследовании. К ним относятся лица, заинтересованные в призвании к наследованию или в увеличении доли наследства. Отказ от получателя либо лица, чьи права и законные интересы могут измениться при переходе имущественного права. Если все-таки вынесено решение суда о признании наследника недостойным. В этом случае вся та часть наследства, которая предназначалась бы наследнику, будет наследоваться по закону и делиться, если будет несколько наследников, пропорционально их наследственным далее.